Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 января и самое время поговорить о выращивании арбузов. О выращивании арбузов именно в холодных регионах, вот как у нас сибирский регион, сюда же Урал, Дальний Восток и все-все остальные регионы с коротким летом, с холодным летом, все сюда относятся и почему-то многие начинающие огородники, проживающие в холодных регионах, они ошибочно думают, что урожай вот таких сладких, полностью вызревших арбузов можно получить только в регионах с теплым климатом и даже не берутся за выращивание арбузов, потому что не верят в то, что можно вот такие плоды красивые получить. Но они ошибаются. И в Сибири, и на Урале, и на Дальнем Востоке можно выращивать арбузы и дыни. И многие опытные огородники уже давно освоили технологию получения вот таких спелых арбузов и дынь. Я тоже принадлежу к этим огородникам. И вот в нашем регионе с коротким, с холодным летом я уже много лет выращиваю арбузы и дыни, но не только выращиваю для себя арбузы и дыни, ну как просто для еды, они у нас вызревают у меня до такой степени, что я собираю огромное количество семян, даже выращиваю рассаду арбузов и дынь со своих семян, продаю ее. И вот люди еще из моих семян еще раз выращивают арбузы, они прекрасно вызревают у них, делятся со мной своими впечатлениями. Поэтому все, что я вам сейчас скажу, все это проверено на себе, все это на личном опыте, это не откуда-то из статей, а у меня действительно растут дыни и арбузы. Вот чтобы вырастить арбузы у нас в Сибири, ну или например где-то у вас на Урале, еще может быть даже севернее, конечно необходимо вот соблюдать какие-то условия, которые позволяют ускорить получение урожая, потому что у нас вырастить все-таки не так просто арбузы спелые. Но все они очень простые эти условия и не требуют, не потребуют от вас никаких больших усилий. Я сейчас вам скажу, вот в основном 4 пункта, чтобы получить спелый урожай, чтобы получить быстро до наступления заморозков. Самое главное, это конечно выбор сорта. Сейчас про выбор сорта я буду говорить подробно, потому что я уже купила вот сегодня именно новые сорта для расширения, попробовать другие для расширения ассортимента. Выбор сорта я ставлю на первом месте. От этого зависит половина успеха. Потом, конечно, чтобы получить спелый арбуз как можно раньше, это нужно вырастить его через рассаду, то есть так же как томаты, нужно высаживать рассаду за 35 дней до высадки. Она должна быть 35-дневная обычно. Потом третье, это обязательно формировать куст. Формирование куста ускоряет появление спелых плодов. Так же как у томатов, удаляем пасынки, удаляем лишние листья, чтобы растение не тратило свои силы на все эти наши плети. И конечно, если у кого есть теплица, то лучше всего выращивать в теплице, но это по возможности. И естественно, теплица увеличивает наш шанс получить вот такой вот спелый плод пораньше. Вот запомните, 4 пункта. Выбрать сорт, вырастить рассаду, потом, когда высадили, формировать куст, и желательно выращивать в теплице. Вот эти все 4 фактора, если у вас будут соблюдены эти 4 условия, то вы получите очень рано свой урожай. Ну, теперь о каждом вот пункте этом расскажу я вам подробно. Выбор сорта. Если вы проживаете в регионе с коротким летом, с холодным летом, выбирайте только скороспелые сорта с коротким сроком вегетации. Лучше всего подойдут районированные сорта с небольшими плодами. Не выбирайте сорта с огромным весом арбуза, 8, 10, 12 килограммов. Они очень красиво выглядят на пачке, но они не успеют. Они, конечно, успеют нарастить большую зеленую массу, они будут красивые, зеленые, у них обычно такие листья мясистые. Они сформируют плод, может быть, сформируют этот плод гигант, но вызреть он не успевает, лето заканчивается. Вот я проживаю в сибирском регионе, и много лет успешно выращиваю такие сорта, как огонек, сахарный малыш. Вот они, вот он огонек. Именно написано, что здесь плоды шарообразные, массой 2-3 килограмма. Больше не нужно выбирать вес плода, но 4 может быть. Вот сахарный малыш, популярный, ультраранний, подходит и для засола тоже. Плоды округлые, массой 4-6 килограммов. Но обычно 4 у меня по 6 не вырастают, у нас они не сильно разрастаются. Вот сибирские огни. Идеально приспособлены к условиям Сибири. Плоды округлые, массой до 5 килограммов. Если вы видите, что написано 8-10-12 килограммов, и вы живете в Сибири, лучше его отодвинуть, не нужно. И еще лучше всего, если на нем написано или ранний, или ультраранний. Вот написано ультраранний. Срок созревания около 80 дней. 4-6 килограммов. Идеально подходит для нашего. Вот, например, мармеладный арбуз. Скороспелый сорт алтайской селекции. 2-4 килограмма. Темно-зеленые, мякоти ярко-красные, мармеладно-плотные. Вот, скорик, арбуз. Раннеспелый, 80-100 дней. 3-6 килограммов. Вы видите, что все они усредненный вес, не больше 5-6. И все они написано или ранний, или ультраранний. Вот с такими, именно с такими сортами можно добиться успеха. Вот, скороспелый, сахарный. Масса плода 2-4 килограмма. Ультра скороспелый, 65-70 дней. 2 месяца всего у него срок. От всходов до созревания. Это очень хороший срок. Так, ну все. Про выбор сорта вы поняли, что зайдя в магазин, я вот взяла первый раз вот такой вот попробовать, Кримсон Свит. И то не знаю, буду я высаживать его или нет. Не рискну, наверное. Тут написано, что он средне-ранний, не ранний. И плоды небольшие, но он не ранний, не скороспелый. Я боюсь, что вот такой арбуз, может быть, у меня не вызреет. И взяла еще... Я знаю, что у нас вот фермерское хозяйство в пригороде выращивает холодок. Но они поздно-поздно-поздно, они уже при наступлении заморозков их снимают. И тут написано, позднеспелый сорт, 97 дней, в открытом грунте, в южных регионах выращивается. Вот то ли к нам он подойдет, то ли нет холодок. Я не знаю, буду высаживать или нет, но вот эти, которые я вам назвала, которые ранние, скороспелые, которые ультра-ранние, их я уже высаживаю, и я знаю, что они у нас вырастают. Дальше. Выращивание рассады. Сам процесс выращивания рассады я буду вам показывать позже, потому что сейчас садить его еще рано. Сейчас почему начинаю об этом говорить, об арбузах? Потому что сейчас то самое время, когда можно пойти и спокойно выбрать сорт арбузов. Тот, который вы уже вот сейчас вы узнаете, какой вам нужно, какой вес, какой срок вегетации. И вы можете спокойно пойти выбрать этот сорт и знать, что в этом году я буду выращивать арбузы, буду выращивать через рассаду. Вот в наших регионах в связи с низкими температурами мы очень поздно высаживаем в открытый грунт все культуры, не только арбузы, даже обычные вот томаты, например, там огурцы, перцы, только после 5-10 июня. И если в эти сроки сеять арбузы семенами в грунт, то вызревать они не всегда успевают. Это зависит от лета. Если лето будет удачное и осень долгое, тёплое, то может быть и вызреют. Но, скорее всего, половина плодов будет зелёными. Поэтому выращивание рассады это обязательное условие для получения именно зрелых плодов арбузов, чтобы их снять зрелыми, а не полузелёными. И посеяв семена арбузов на рассаду в начале мая, например, и высадив её в грунт в начале июня, мы приближаем получение урожая на целый месяц. Вот вы представьте, у вас уже будет 35-дневная рассада, и когда все люди будут семечки, только сеять в открытый грунт, вы уже высадите такой сеянец толстый, крепкий, здоровый, с 4-5 листями. Всё так же, как у томатов. Аналогия точно такая же. Это позволяет арбузам не только полностью сформировать плоды, но и хорошо вызреть. Мне вот это важно, потому что я уже вам говорила, что я-то собираю семена, мне нужно ещё снять с их семена, чтобы они потом взошли, и чтобы можно было вырастить массово, с них рассаду. Поэтому я умею выращивать арбузы, я именно выращиваю спелые, полноценные арбузы. Так, вот у меня арбузы и дыни, они всегда вызревают до своей биологической зрелости, но я сразу скажу, у меня они в теплице сидят. Они сидят в теплице, я какую-то часть занимаю, это позволяет именно собирать зрелые семена, но если вам не нужны именно сами зрелые семена, то можно вырастить спелый арбуз и в открытом грунте, если вам не важно взойдёт вот эта семечка потом или нет. Потом формирование куста. Про формирование я сейчас быстренько пройдусь, я летом в позапрошлом году показывала, так же как с томатами, всё от и до, что отщипывать, что прищипывать, как оплылять арбузы. Если лето короткое, то все плоды всё равно не успеют вызреть, и нужно оставлять только 2-3, ну в крайнем случае, 4 арбуза на одном растении, удалять все лишние пасынки и завязи, чтобы куст направлял всё питание на оставшиеся плоды. Это заметно ускоряет формирование, созревание плодов. Арбузы получаются более крупными, количество плодов зависит от сорта, мелких можно оставить больше, например, 4, а крупных только 2. Ну и почти везде, тут написано, вот если вы прочитаете, удаляем все боковые побеги, оставляя 2-3 завязи. Вообще на всех инструкциях с арбузами написано 2-3, 2-3, не больше. Если он у вас будет увешан арбузиками 6-7-8, вы получите мелочь, и она не успеет сформироваться и вызреть. Нужно выщипывать арбузики безжалостно, маленькие вот эти, вот в состоянии вот такое, как будут сливки, убирать, или может быть даже раньше, или может быть даже цветами, но это потом при формировании будете смотреть. И самое последнее выращивание в теплице, что дает? У кого есть теплица, конечно, нужно посадить туда, он созреет быстрее, и можно его оставить дольше, чем на улице. Если какой-то плод в открытом грунте не успевает, то в теплице он еще повисит на месяц больше. И вот выполняя эти простые условия, даже у нас в Сибири, в других приравненных к нам холодных регионах, можно получить урожай спелых арбузов, спелых дынь. Но дыни то же самое, у меня тоже дыни, вот колхозница еще 2016 года, дыни вызревают прекрасно, соседствуют вместе с арбузами у меня, они в одном месте растут. И что дыни, что арбузы, все условия так же. Высаживаем рассаду, высаживаем пораньше, ну в смысле не пораньше, у них получается возраст повзрослее, они начинают плодоносить пораньше, все вызревают. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это простые правила, как подобрать сорт, для того, чтобы вырастить в сибирском регионе, в другом холодном регионе, получить вот такие спелые, вкусные, сладкие плоды арбуза, все это очень просто. Попробуйте, очень вкусно. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,